Моя жизнь похожа на фильм «51 свиданий», только она не такая веселая. Задавайте вопросы. В 2014 году я пережила черепно-мозговую травму, в результате которой у меня появилась сильная чувствительность к шуму, головные боли, травматические эпилептические припадки и антероградная амнезия. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что сейчас октябрь 2014 года. Ты вчера уже отвечала на наши вопросы. Меня бы это совсем не удивило, лол. Чего ты больше всего боишься в своей ситуации? О чем тебе не нравится узнавать каждый день, кроме как о травме? Я боюсь, что завтра проснусь и окажется, что прошло уже 10 лет, и мой сын изменился до такой степени, что я больше его не узнаю. Я расстраиваюсь из-за того, что я столько всего упустила, особенно это касается воспоминаний, связанных с моим сыном. Да, я могу прочитать обо всем в дневнике, могу посмотреть фотки на фейсбуке, но без воспоминаний мне все это кажется ненастоящим. Ты где-то записываешь все, что происходит с тобой? Если каждый день делать одно и то же, остаются ли у тебя воспоминания о твоих действиях? Как проходит твое утро? Я веду дневник, который читаю каждое утро, когда просыпаюсь. Благодаря ему я знаю обо всем, что произошло со мной после травмы. Это обычный дневник, ничего особенного. Что касается того, остаются ли у меня воспоминания? Похоже, что не остаются. Если я сплю дольше 4 часов, то моя память как бы перезагружается. Не знаю, как это еще объяснить. Вот что я делал сегодня. Проснулась 5 утра по будильнику, офигела от того, что я не у себя дома, а у мамы. Надела очки, которые лежали на тетрадях с надписью «Прочти меня». Начала читать их, выяснила, почему нахожусь у мамы. Я живу у нее уже 3 года. Читала обо всех событиях за 5 лет. Нашла пароль от своего нового телефона, полистала фото и видео на фейсбуке. Потом мне нужно было собрать сына в школу, ему сейчас 8. За 2 недели до травмы ему исполнилось 4. Сделала ему завтрак, отвезла его в школу. К счастью, где находится его школа, я помню еще с тех лет. Проводила его до ресепшена, потому что до класса дойти я не могу. У меня есть определенные проблемы со здоровьем, не связанные с травмой, которые с каждым годом усугубляются все сильнее. Попрощалась с сыном до воскресенья, потому что после школы его на выходные должен был забрать его отец. Вернулась домой, часик подремала, потому что у меня не было сил. Потом приняла таблетки, закапала капли с фентанилом. Продолжила читать дневники, поизучала фейсбук и приложения в телефоне. Мне все кажется новым, до этого у меня была старая Nokia, которая ничего не умела, кроме как звонить и писать смс. Сейчас у меня смартфон и он мне не особо нравится. И вот теперь сижу на диване и общаюсь с вами. Что будешь делать, когда твои дневники будут настолько толстыми, что у тебя не будет хватать времени на их чтение? Мне сегодня понадобилось 4 часа, чтобы прочитать их полностью. Если честно, я просто надеюсь, что мой мозг починит себя до того, как это произойдет. Ты в отношениях? Если да, то как травма повлияла на них? Да, я встретила своего парня в октябре 2016. Мне страшно просыпаться рядом с ним, потому что я не знаю, кто он и почему я в незнакомом месте, когда я ночую у него. Но у него в комнате висят наши общие фотографии, так что я быстро понимаю, что он мне не чужой и что между нами есть какая-то связь. Но что меня еще больше сбивает с толку, так это то, что я по идее должна просыпаться у своего бывшего в нашем старом доме. Так что просыпаться рядом с мужчиной, которого я не знаю, это непросто. Похоже, что у нас хорошие отношения, мы вместе уже 2,5 года. Он очень терпелив по отношению ко мне, его не затрудняет многократно объяснять мне одни и те же вещи. И он следит за тем, чтобы я не забывала записывать все самое важное в свой дневник. Нет ли у тебя такого ощущения, что ты никогда не сможешь его действительно полюбить, потому что ты знаешь его всего день? Даже не знаю, мы говорим, что любим друг друга, но все очень сложно, потому что я не знаю его по-настоящему. Хотя сегодня мне было очень приятно, когда мы переписывались. Мне приходится доверять своим дневникам, похоже, что он отличный партнер и, наверное, я в нем все-таки что-то нашла, раз мы до сих пор вместе. Но, если честно, я никогда никому не испытывала очень сильных чувств, поэтому для меня это не новая проблема. Ты не пробовала спать короткими промежутками, чтобы сохранить побольше воспоминаний? После аварии мне было достаточно поспать полчаса, чтобы все забыть. Сейчас все стало немного лучше, иногда я могу спать без потерь по 4 часа. Но 4-х часовой сон не для меня. Я всегда считала себя наполовину ленивцем, потому что мне нужно очень много сна. Поэтому я сплю гораздо дольше. А что насчет полифазного сна? Спишь 4 часа, бодрствуешь 2, потом спишь еще 4. Или еще можно попробовать способ, который был популярен лет 10 назад, когда промежутки еще меньше. Проблема в том, что подобный цикл в моем случае просто невозможен, так как у меня много обязанностей. Мне нужно водить ребенка в школу, присматривать за ним, убираться по дому и так далее. Если я буду постоянно спать днем, то я не буду ничего успевать, а так я бы попробовала. Возможно, это глупый вопрос. Есть ли у тебя какие-то свежие воспоминания, которые побороли твою амнезию и остались в голове? Если да, то как ты их воспринимаешь, учитывая, что у тебя огромные пробелы в памяти? Похоже, что у меня были случаи, когда я запоминала что-то из прошлого дня недели, но со временем эти воспоминания стерлись. Ты пробовала не спать, скажем, 36 или 48 часов, чтобы проверить, что будет с твоей памятью. Я читал о разных альтернативных циклах сна. Ты не хотела бы поэкспериментировать с чем-то подобным. Кстати, ты написала, что дремала сегодня. Значит, память сохраняется, если ты спишь понемногу. 20 часов это самое долгое, сколько мне удавалось продержаться без потери памяти. Это было 3 года назад. Возможно, сейчас я смогла бы продержаться чуть дольше. Да, я могу заснуть на 4 часа и вспомнить, что было перед тем, как я легла. Это большой прогресс по сравнению с тем, что было раньше. То есть ты теряешь память даже когда бодрствуешь? У тебя такое было? Судя по всему, да. Один раз, когда я решила не спать допоздна, я не смогла вспомнить, что делала утром. Ты как-то внешне изменилась с 2014-го. Каково тебе смотреть на себя в зеркало? Ты не избегаешь своего отражения. Я не люблю, когда меня фоткают и стараюсь не смотреть на себя в зеркало. Но это не из-за травмы, а потому что я выгляжу как тролль. Единственное, что изменилось в моей внешности, у меня появились 3 новые татуировки, 2 ушных пирсинга и пропал пирсинг губы. А так я все еще выгляжу как болотное чудище. Было такое, что ты случайно где-то засыпала, и у тебя под рукой не было твоих материалов, которые обычно помогают тебе понять ситуацию. Без понятия. Учитывая, что в моих записях об этом ничего не сказано, то это значит, что либо такого не было, либо этот опыт был настолько травматическим, что я решил о нем не писать. Это один из самых интересных тредов из серии «Задавайте вопросы». Мне жаль, что с тобой это произошло. Похоже, что ты очень сильный и изобретательный человек. Кстати, я тут вспомнил о фильме «Моменто». В нем у главного героя тоже пропадает память, и он борется с этим при помощи чрезмерной организованности. Хотел узнать, как у тебя с организованностью. Первое. Ты вносишь правки в свой дневник. Есть ли у тебя какое-то краткое изложение на одну-две страницы всех важных событий за последние пять лет? Инфа о твоей нынешней ситуации, типа «Мой нынешний парень». Второе. У тебя есть какой-нибудь список заданий, чтобы напоминать себе из будущего, что нужно сделать? Третье. В каком стиле ты ведешь свой дневник? Там все по фактам? Сегодня у меня был очередной поход к врачу. Или ты говоришь с собой из будущего с эмпатией? Не бойся, ты делаешь это уже несколько лет. Просто прочти это, и ты будешь ко всему готова. Первое. Да, у меня есть несколько страниц, посвященных каким-то определенным темам. Например, есть раздел, посвященный моему парню. Туда вписано его полное имя, адрес, телефон, дата рождения, предпочтение, история нашего знакомства, инфа о его родителях, о его работе и так далее. Есть раздел о моем сыне. Там записаны его учителя, его класс, его друзья, его увлечения. Есть раздел о моей маме. Ей пару недель назад сделали операцию на ноге, и у меня записано, как она чувствовала себя каждый день. Какие упражнения она должна делать и когда ей нужно ходить по врачам. Каждый из этих разделов обновляется. Я постоянно дописываю новую информацию и вычеркиваю старую. Второе. У меня на кухне висит календарь, в который я вписываю, что мне нужно делать и отмечаю всякую инфу. Например, когда я в последний раз меняла кошачий лоток. Когда сын остается у его отца и все такое. Третье. И то, и другое. 90% это просто факты. Но есть отдельные записи, где я делюсь своими переживаниями. Там я пишу, что боюсь за свою жизнь. Боюсь, что это никогда не пройдет. Рассуждаю о том, как всем было бы лучше без меня. Жалею себя. Но этих записей не так много. Похоже, что пару лет назад я решила писать меньше плохого, чтобы не расстраивать себя при перечитывании. Ты разошлась с бывшим до или после травмы? После. Это было обоюдное решение. Но мы до сих пор дружим. Кто-нибудь еще читает твои дневники? Может и читает, я не знаю. Но мне на самом деле без разницы. В них нет ничего секретного. Было ли у тебя такое, что ты проснулась и не смогла принять случившееся? Похоже, что было. Но в записях за последние два года об этом ни слова. Так что я не знаю, это потому, что я перестала записывать или потому, что мой мозг стал подсознательно верить, что это все правда. И зачем мне врать самой себе о чем-то настолько ужасном? Как ты заработала свою черепно-мозговую травму? Нашла ли ты во всем этом какие-то скрытые положительные моменты? Ну, если у меня, например, плохой день, то я могу о нем ничего не писать. И на следующий день я ничего не вспомню, лол. А так, от этого одни проблемы. Как все произошло, точно никому неизвестно, потому что я была одна. Но самая вероятная версия, что я стояла возле больницы, у меня был вывих колены чашечки, и ждала, пока за мной заедет мой бывший жених. Закурила, потеряла сознание и ударилась о металлический столб. У меня у самого много расстройств, в которых я постоянно пытаюсь найти положительные стороны. Мне кажется, что это очень помогает. Конечно, они не сопоставимы со всем негативом, но, блин, это хоть что-то. Жаль, что никто не знает наверняка, но я рад, что у тебя есть группа поддержки. Поверь, у меня тоже еще гора других проблем. Хроническая боль в спине, полимиалгия, остеоартроз, синдром Эллерса-Данлеса, гипермобильный тип. С этим всем жить очень непросто. А если добавить сюда еще и мою травму, то тут вообще непонятно, как извлечь из этого что-то положительное. Да, у меня есть поддержка, но только не медицинская. В первые полгода после травмы меня два раза отправляли в неврологию. И на этом мое лечение закончилось. Врачи сказали, что не могут помочь мне. Вот такие дела. Со всеми моими невзгодами нам пришлось справляться самим. Идею с дневником предложил мой бывший. Когда я приходила к врачам, меня просто посылали куда подальше и просили не тратить попусту их время. Потому что они должны заниматься теми, кому они могут помочь. Большое спасибо за просмотр. Пиши в комментариях, что ты думаешь о такой истории и есть ли у тебя похожие проблемы. Плюс предлагаю посмотреть видео девушке, что вас пугает в поведении парней и что из происходящего прямо сейчас пугает вас больше всего.